Северный спутник Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия» в студии Дарья Тензит. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов принимает участие в международной конференции группы стратегического видения «Россия-Исламский мир». Тема мероприятия «Россия-Исламский мир. Справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие». На заседании группы обсуждают новые возможности взаимодействия Российской Федерации с мусульманскими странами в условиях стремительно меняющейся политической ситуации в мире, а также ряд актуальных вопросов по реализации задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным по формированию справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития. Карачаева-Черкесия вошла в топ-15 регионов-лидеров по вводу жилья на человека в 2023 году. В целом, минувший год строительная сфера в России окончилась с очередным абсолютным рекордом. По данным Росстата, объем ввода жилья в стране свыше, чем в 2022 году. Отличных результатов в этом направлении удалось достигнуть и в Карачаевой Черкесии. В 2023 году республика побила исторический рекорд прошлого года. Было введено в эксплуатацию почти 420 тысяч квадратных метров нового жилья. Также стоит отметить, что благодаря мероприятиям по стимулированию жилищного строительства на территории республики реализуется комплексное развитие двух новых микрорайонов «Северный спутник». В Карачаевой Черкесии наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». В своем телеграм-канале глава Карачаевой Черкесии Рашид Семрезов отметил, что сегодня в республике особое внимание уделяется семьям участников специальной военной операции. Так, в номинации «Многодетная семья» в федеральный этап проходит семья Тикеевых из Прикубанского района. Самую молодую семью представят Пазовы из Абазинского района. В номинации «Сельская семья» Лиевы из Хабесского района. В номинации «Золотая семья» Барановы из Черкеска. А в номинации «Семья-хранитель традиции» семья Булгаровых из Ногайского района. С каждым годом популярность конкурса растет. Более 4000 российских семей ежегодно принимают участие в конкурсе. В этом году он проходит девятый раз. Семья. Семья – это основа государства. Это ячейка общества, которая является основой государства. И от того, насколько идет на высоком уровне воспитание в семье, его духовная, нравственная составляющая, его семейные ценности, от того зависит, насколько здоровое общество, в котором мы живем. Мы сегодня гордимся тем, что у нас в Карачаево-Черкесии огромное количество многодетных семей. Семей, которые воспитывают от пяти и более детей. И сегодня семьи, у которых тролли детей, обозначены как многодетные семьи. Государственная политика в вопросах, связанных с семьей, имеет четкие очертания. И мы, в том числе регионы, имеем определенный опыт уже и поддержку государственной политики в части семьи. Закрепление знаний адвокатской деятельности в игровой форме. На базе штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» прошла образовательная викторина по предмету «Адвокатская деятельность», организованная действующим адвокатом, преподавателем юридического института СКГА Светланы Байрамуковой. Студенты 2-го и 3-го курсов получили аттестацию по данной дисциплине, демонстрируя свои познания в адвокатуре. Алихан Лепшоков расскажет подробнее. Подобный формат аттестации позволяет оценить знания и понимание предмета студентами юридического института СКГА. В формате викторины ребята, отвечая на вопросы, разбирали различные ситуации из-за адвокатской деятельности. Практикующий адвокат, преподаватель Светлана Байрамукова в игровой форме раскрывала положение адвокатской этики и какие законы регулируют их деятельность. По завершении курса студенты получают знания о том, что адвокат – это не только тот человек, который надевает костюм и ходит в суды с папкой, а человек, который связан не только с своей работой, но и законом об адвокатуре, адвокатской деятельности, а также закон о кодексе об адвокатской этике. Знание вот этих норм и правил, законов позволит студентам понимать внутреннюю, скажем так, составляющую, в принципе, адвокатуры как корпорации. Оценивал активность студента преподавателей кафедры гражданское право и процесс СКГА. Безусловно, этот формат аттестации наглядно показывает, как освоили наши учащиеся учебный материал. И нам приятно было видеть, как ребята демонстрировали свои знания, отмечают члены жюри. Такой формат, он очень интересный, показывает все-таки профессионализм нашего преподавателя, а также показывает знания наших студентов, они могут здесь выразить свои знания. Такой формат принятия зачета, как бы он и интересный, не как в повседневной нашей текучке и сессии обычно, как у нас проходит в обычном формате. Разбирая различные задачи, мы познали, какие методы и законы нам необходимо использовать, и мы благодарны нашему преподавателю за такую интересную викторину, признаются студенты юридического института. Мы приносим ей свою благодарность, поскольку такие мероприятия, они, во-первых, укрепляют, как бы поддерживают дружбу в нашем коллективе, они укрепляют наш коллектив, а во-вторых, они способствуют развитию, во-первых, таких навыков, как коммуникабельность студентов, а во-вторых, они помогают приобрести какие-либо новые знания для каждого из студентов, который побывал сегодня в нашей викторине. В итоге, большее количество баллов в викторине набрали студенты третьего курса юридического института СКГА. Али Халебшока, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. В Черкесске завершился всероссийский турнир на Кубок Президента Союза Тэквондо России. Его победители получили прямую путевку на первенство страны. Об организации столь престижного состязания в Карачаево-Черкесии в сюжете корреспондента Артура Махце. Столица Карачаево-Черкесии на пару дней стала центром притяжения для поклонников Тэквондо по всей стране. Около 30 регионов направили в Черкесск своих лучших молодых спортсменов, которым предстояло бороться за престижный трофей и путевки в финальную часть первенства России. Данное мероприятие интересно тем, что победители в каждой весовой категории получают дополнительную квоту для того, чтобы поехать на первенство России без дополнительного отбора в своих регионах». Участие в торжественном открытии турнира приняли многие известные в спортивных кругах люди. Те, благодаря кому Тэквондо в России продолжает развиваться. А изюминкой праздничного действия стало выступление коллектива «Кавказ» под руководством Эдуарда Хугаева. Зрителям были представлены фрагменты танцев народов Карачаево-Черкесии. Родные стены почти всегда считаются дополнительным помощником, и региональной федерации Тэквондо удалось добиться, чтобы в текущем году крупный юношеский турнир принимала Карачаево-Черкесия. Впрочем, проведение подобного уровня состязаний – это еще и задел на будущее. «Очень полезно для тех, для новичков. Ведь на данный турнир приходят посмотреть те люди, которые только начинают делать первые шаги в Тэквондо, детки. Они видят уровень, видят, к чему они могут прийти. И, естественно, популяризируется наш вид спорта таким образом». Большинство поединков прошли в напряженной борьбе. Нередко для определения успешного действия приходилось в прямом смысле отматывать картинку назад. Многие из выступавших черкесские ребят и девчат, несмотря на юный возраст, имеют за плечами достижения не только на региональном, но и на всероссийском уровне. Одна из них – представляющая Карачаево-Черкесию Сабина Шевхужева. Год назад она уже побеждала на турнире президента Союза Тэквондо России. И вот новый успех. «Сколько времени занимаешься?» «Пять лет». «А немножко об этом турнире, насколько сложен был?» «Ну, до финала было легко, досрочно все выиграло, а финал уже пришлось постараться». «Почему именно этот вид спорта?» «Ну, для меня Тэквондо – это как уже жизнь, хороший спорт. А так пошла на Тэквондо, потому что посоветовали родителям». Юноши и девушки из нашей республики достойно выступили на турнире, заняв три первых, два вторых и шесть третьих мест. Те, кто не смог отобраться на всероссийское первенство напрямую, еще имеют шанс получить путевки через отборочное сито региональных состязаний. Артур Мксемиха Каракелян, Вести Карачаево-Черкесия. Воспитание верхового скакуна и обучение всадника – искусство, пронесенное сквозь века. И с каждым годом к нему приобщается все больше и больше молодых людей. Желающих возродить институты черкесского наездничества. Общество всадников Карачаево-Черкесии Шиу-Хосе в этот раз организовало короткий конный переход на лошадях кабардинской породы Заула-Ново-Хумаринск в Арсакон. За первым днем пути всадников пронаблюдала Фатима Даурова. В пейзажной дали зеленых полей четко вырисовывается колонна всадников. Не спеша, выверенным темпом, они приближаются и образ приобретают свои контуры. Казалось, всадники остались лишь в старинных песнях и легендах. Но вот они здесь. Такое ощущение, что прошлое шагнуло в современность со стуком подков об асфальт. Первым населенным пунктом на пути всадников оказался аул Беслиней. Там их встретил со словами приветствия и напутствия старейшина аула Хусин Гутекулов. Он обратился к участникам перехода, выражая благодарность за организацию такого мероприятия. И все время подчеркивал, какое важное значение имеет для молодого поколения возобновление красивых традиций предков. После колонна продолжила свой путь, который лежал через реку Большой Зеленчук. Здесь наездники решили устроить пятиминутный привал для того, чтобы напоить своих скакунов. Чистая и холодная вода из горной речки немного остудила пыл горячих жеребцов, так и норовящих ускорить ритм ходьбы. Некоторые из самых нетерпеливых переправились через бурные потоки реки, обгоняя своих друзей. Они подождут их там, немного впереди, пока все их не догонят. Потихоньку асфальт сменяется грунтовыми дорогами, расстояние до назначенного места сокращается. Группу всадников объединяет любовь к лошадям. Нынешние черкесы несут в себе гены сотен поколений предков, чья жизнь прошла в седле. По современным улицам движется группа всадников, одетых и экипированных так, словно они сошли со старинных гравюр. Их выправка и стать коней завораживает. С нескрываемым удовольствием за ходом колонны наблюдали жители аула, которые семьями вышли встречать долгожданных гостей. Старшие подходили к всадникам со словами приветствия и благодарности за то чувство гордости, что они сейчас испытывают, глядя, как вековые традиции предков возрождаются у них на глазах. Очередная остановка всадников – это старинный черкесский аул Вакожиля, которому исполнилось уже 200 лет. С самого раннего утра жители готовятся к этой долгожданной встрече. Их будут встречать под мелодией национальной гармошки и, конечно же, блюдами адыгской кухни. Старейшины аула, представители духовенства, жители Вакожиля не скрывали свою радость в честь такого события. Давно не было в ауле праздников такого рода, когда более 50 всадников на лошадях кабардинской породы горцевали по улицам родного селения. Если старшее поколение еще застало времена, когда в каждой адыгской семье содержали коней, то для некоторых представителей молодого поколения это первое визуальное знакомство с красивой традицией черкесского наездничества, как зеку – конный переход. День близился к послеполуденному времени. Настала пора всадникам попрощаться с гостеприимным аулом и продолжить свой путь. Но это уже другая история, о которой мы расскажем в следующей части. Фатима Даурова, Муминат Ишерова, Ринат Мука, Вести, Карачаево-Черкесия. Далее смотрите интервью о проекте, который реализует фонд «Доброгорец». А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.